4 февраля 2004 года 19-летний студент Гарвардского университета Марк Цукерберг запустил закрытую социальную сеть для студентов Гарвардского университета. Сайт быстро начал набирать популярность. Уже через месяц Facebook пользовалась половина гарвардских студентов. В марте за Facebook расширился до Стэнфорда, Колумбийского университета и Еля. Затем открылся в других университетах Лиги Плюща, Бостонском университете, Нью-Йоркском университете, Массачусетском технологическом институте. Вскоре он уже был доступен в большинстве университетов Канады и США. Мне кажется, послужило хорошим стимулом университетская среда. То есть тем людям, которые участвовали в создании Facebook, были известны многие достижения в области психологии, дефицита общения в современном обществе. И они, видимо, правильно использовали накопленный своей профессурой опыт. Таким образом, молодые достаточно люди смогли очень быстро именно выдать тот продукт, который был востребован обществом. В 2005 году из названия соцсети пропал артикль «Зе». Уберите «Зе». Просто Facebook. Так круче. Компания приобрела доменное имя facebook.com за 200 тысяч долларов. А 26 сентября 2006 года Facebook перешел в новое качество. Доступ в соцсеть стал открытым для каждого пользователя интернета старше 13 лет и имеющего адрес электронной почты. С начала 2008 года соцсеть была переведена с английского на 20 других языков. Дальше начался уже крутой бизнес. Завоевание стран и континентов, а потом и сотни миллионов пользователей. Стоимость компании начала исчисляться миллиардами долларов, выход на биржу и множество скандалов. В каком-то смысле приход социальных сетей – это революция общения. Facebook – это инструмент общения для аутистов, в кавычках, конечно. То есть для людей, которым тяжело общаться в реальной жизни. То есть для них Facebook и подобные социальные сети позволяют легко снять вот эти ограничения, психологические барьеры. И они могут легко социализироваться. Но вот в этой формализованной виртуальной среде, где дружба формализована, лайки формализованы, много что формализовано. По данным на конец 2013 года в компании работают более 6 тысяч сотрудников. Пользуются сетью 1 миллиард активных пользователей ежемесячно и 728 миллионов активных пользователей в день. Чистая прибыль за третий квартал 2013 года составила 425 миллионов долларов. А 28-летний создатель Марк Цукерберг с 2010 года считается одним из самых молодых миллиардеров в мире. Его состояние оценивается в 19 миллиардов долларов. Марта Луканина, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова